Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Добро пожаловаться. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Доброе утро всем. Здравствуйте. Утро понедельника. И в это время, как обычно, начинается программа Добро пожаловаться. Что это за программа? ОМА позволяет вам дозвониться к нам в студию по прямым телефонным линиям 67212-93-9, 67213-93-9 и задать любые интересующие вас вопросы по всяким коммунальным бытовым проблемам. То есть, если вы сомневаетесь, может быть, в том, что ваши управляющие домами поступают правильно, нарушают, может быть, какие-то законы, узнать свои права, узнать какие-то ситуации в спорных моментах. Все это вы можете сделать, вот, или позвонив к нам в прямой эфир, либо прислав ваши вопросы на WhatsApp, его номер 2306191, 2306191. И на ваши вопросы отвечают Сергей Сидоркоц, руководитель Центра консультации собственников квартир и эксперт по обслуживанию домов с опытом возглавляемого когда-то предприятия РНП. Айвр Гонтарев, здравствуйте, доброе утро, уважаемые наши эксперты. Доброе утро. Да, пока мы ждем звонку в студию, вот иногда бывает очень обидно, когда начинает телефон по двум линиям разрываться вот за пять минут до конца программы, поэтому старайтесь не откладывать на потом. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Да, вы в эфире, вы можете задавать свой вопрос. Да, на вашем радио на приваске в неделе три на обратном был очень хороший господин. Это с плацера 1.34 звонит дама-старуха. И он дал свой телефон, свой телефон дал, и дал мне рекомендацию, куда написать на бриве бы 45.53. И это самое, это я все сделала. Но потом, когда я ему звонила, он вроде бы сказал, что он прислал мне инженера, который сделал снимки на счет моей сантехники. И вот, алло. Да, да, мы слушаем внимательно. И вот бы я хотела этого хорошего господина попросить, если он может. Может быть, он бы поспособствовал мне, поскольку я человек неходящий и только социальной помощью пользуется, не могу сама никуда добежать, чтобы он мне прислал сантехника. Или что, вот этот товарищ, который был молодой человек-инженер, он это снимки сделал, но почему-то не оставил никаких данных о себе, куда ему звонить или обратиться. У меня поправить эту, немножко туалет поправить, я бы ему там объяснила, что надо сделать. И в ванной комнате этот сместитель у меня испортился, когда сказал этот товарищ, который менял штучки, купите только литовский, он надежный. Но оказалось, что он уже вышел из строя, и у меня нет воды на кухне, и я только пользуюсь душевым шлангом, нашел ведром у Алисы, воды, и вот так я пользуюсь. И вот мне это все тяжело, накладно. Я хочу спасибо, дам господина, если он не может. Соспособствую. Да, хорошо. Вот. Представьте, предатель мне, пожалуйста. Я звонила, но какого-то для него не было, и все на меня ответил. Так что я ему спасибо, если он сможет. Ну что, у меня до свидания. До свидания, да, черт, повесил трубку. Это было три недели назад, да, что ли? Олег, это мне радиослушательница звонила, да, рассказала. Свои проблемы. По квартире я ее направлял в МВД и направлял ей в сантехник. У меня не сохранился ее телефон, так что будьте добры, после эфира наберите еще раз. Мне, Олег, вы, наверное, еще раз можете назвать мой телефон, чтобы проще было. Если бы, вот сейчас, я боюсь, что его у меня нет. 2-9-7-5-7-6-6-6-3. 2-9-7-5-7-6-6-6-3. И тогда я еще раз напомню, его, может быть, чуть-чуть попозже. Телефоны же в нашей студии 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Есть такая, можно сказать, точечная помощь, но есть ситуации общие для многих. И вот, например, да, нам вот писали, я просил присылать свои смски, если вдруг какие-то вопросы. И пишет человек нам о том, что во время сильного дождя вот залило пятый этаж. И вот говорит, что возникли проблемы, грибок образовался. И как будто бы квартира была застрахована, но один из очень известных банков отказал в страховке. Вот сейчас действительно осень, начинаются обильные дожди, бывают крыши покаты, а бывают и плоские, на которых скапливается вода. А действительно, вот на что стоит, может быть, обратить внимание, на что стоит обратить внимание, если человек страхует свою квартиру, вот вдруг какие-то случаи, которые не попадают, вот как страховые случаи. Может быть, можно было бы пояснить? Ну, я попробую. На самом деле, я не видел страхового полиса ни одного, в котором было бы застрахованы виски, залитие квартиры со стороны крыши. Как правило, это не страхуется. Когда я спрашивал у страховщиков, ответ был простой. Страховка исходит из того, что собственник содержит свое имущество в соответствии с требованиями нормативных актов. То есть, если у вас крыши не в порядке, то это ваша собственная вина, вы собственник квартиры, и, соответственно, это не попадает под страховой случай. Очень внимательно нужно читать страховую полис. Я могу сказать еще о двух вещах, которые могут оказаться достаточно критичными. Это акт проверки вентиляции, состояния вентиляции в вашей квартире, и акт проверки состояния электропроводки в вашей квартире. Эти документы должны быть у вас для того, чтобы, не дай бог, если возникнет возгорание, пожар, то тоже, если нет у вас этих документов, нет сертифицированных актов о проверке этих систем, то вам могут также отказать страхование. Наверняка есть еще какие-то случаи, когда вам могут отказать страхование. Один из таких это может быть в том случае, если вы пострадали от аварии на коммуникациях общего пользования, но одновременно вы в свое время отказались предоставить возможность для ремонта этих коммуникаций. Очень часто бывает, ты приходишь, ты знаешь, как управляющий, что состояние, ну скажем, стояков печальное и нужно менять. Человек говорит, у меня все заделано, у меня все красиво, я там что-то поменял и не допускает до работы. Обычно управляющие составляют такого рода акт, и если потом на этом участке, который находится в пределах квартиры или сопряженных с квартирой данного человека, то дальше начинаются проблемы со страхованием. Ну, вкратце, вот так я могу сказать. Ну, в этом случае конкретно им нужно понимать, что ваш полис – это ваша договоренность с конкретным страховщиком. Да, и по вашему случаю, тогда нужно внимательно прочесть, что написано в полисе, что написано в отказе страховой компании. Насколько я услышал, тогда страховщик не страховая компания банк, тоже этим занимается. Нужно читать просто, но нужно помнить, что страховой полис – это ваш договор со страховщиком, и нужно его внимательно читать. Там много маленьких шрифтов написано. Из-за этого вот то, что вам сразу не устраивает при заключении этого полиса, тогда нужно показывать и говорить с тем страховщиком, выбирать того страховщика, от которого полис вас устроит. Это раз. Второе. Если же ваш случай такой, что это в полисе не сказано, но вам отказывают, если по отношению к страховщикам есть такой именно омбуд. Это как правозащитник, который разбирает дела, именно страховые случаи, где, может быть, страховщики не правы в своем решении. Тогда стоит обратиться к ним, если вы считаете, что тот полис, который вы подписывали, он предполагал такой риск, и он сработал, и вам не оплачивается сейчас компенсация. Так что будьте внимательны, читайте полисы. Если считаете, что вы правы, тогда вперед в омбуд. Подавайте свое дело. Спасибо. Да, у нас еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, законно ли ЛАЦ из газа прислал счет на оплату авансом до 20-11-21 года за прогнозируемую расценку стоимости газа? Что это такое? Могу рассказать. Скорее всего, у частных лиц, возможно, два вида договоров по газу. Если у вас там или отопление, или еще плита осталась на газе, тогда вы можете заключать с газом договор по факту, издавать показания каждые месяцы, или же есть договор, где вы платите какого-то рода усредненный объем, оплачиваете раз в квартал или раз в полгода идет перерасчет. Так что вам, скорее всего, нужно связаться с газом. Скорее всего, у вас договор заключен так, что вы оплачиваете усредненный объем, так как цена сейчас подкачилась сильно вверх на газ. Из-за этого они вам, наверное, сделали такой перерасчет и выяснили, что вы в следующие или три, или шесть месяцев по этому расценку бы оплачивали газ. Что нужно связаться и выяснить, в чем вопрос. Если вы готовы каждый месяц создавать показания, вы можете перейти по другому принципу расчета. Еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Вот, господин Сидорко, скажите, пожалуйста, что это значит такт проверки вентиляции? Ну, как в квартирах вентиляции, там есть этот люк, который, ну, собственно, один люк. Вот, а вот там, ну, я знаю, ну, многие, немногие соседи там сделали внизу вытяжку через этот люк. И была информация, что на этот, скажем, в случае там утечки газа сократно от 30 или сколько-то процентов сокращается вот эта, ну, вытяжка газа. Так вот что это, что в этот акт, как сказать, какая вентиляция должна быть? И в случае чего, вот кто будет виноват, если там те, кто там сделали вытяжку, или я что, вот, что я должна дополнительный люк делать, или как это все? Спасибо. Ну, я отвечу вам так. Во-первых, подсоединение любых механических вентиляционных устройств к существующим каналам вентиляции не допускается, ни в каком варианте. То есть, совершенно четко я могу сказать, все вытяжки, которые там подсоединены к вентиляционным каналам, это незаконно. Вентиляторы, которые установлены в ванных комнатах, якобы для того, чтобы интенсивно, ну, вентилировать помещение, это тоже незаконная вещь. Что значит акт о проверке вентиляции? Значит, согласно нормативам, с определенной периодичностью, если не ошибаюсь, раз в 6 лет, сертифицированные трубочисты должны прочистить все вентиляционные каналы, обследовать их, и в том числе они имеют право обследовать и квартиру. То есть, во-первых, должно быть со стороны управляющего заказ на обследование вентиляционных каналов общего пользования и их прочистку. С другой стороны, собственные квартиры, которые страхуют, могут вполне пригласить к себе индивидуально в квартиру трубочисты, которые проверят, первое, соответствие существующих вентиляционных устройств, то есть, вот тех вот, как вы говорите, решеток на соответствии к проекту и нормативам, и второе, они проверяют тягу. Какая тяга в вашей квартире? И выдают вам такой акт, он несложный абсолютно, они обследуют, и если у вас что-то подсоединено, там, вот, я сказал, вытяжка, то они дают акт о том, что это не соответствует нормативам. Значит, два вида актов. Первый – это вы должны требовать от управляющего информацию о чистке и обслуживании вентиляционных каналов. И второе – это ваша квартира. Желательно, чтобы обследователь трубочист, установил тягу и соответствие нормативам. Еще сразу один звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Извините, плохо слышно. К сожалению, вас очень плохо слышно. Я вас попрошу еще раз просто перезвонить, будем надеяться, что связь будет лучше. Ну, а пока вы перезваниваете, тут сразу был вопрос. Вот в прошлый раз господин Сидорко сказал, что при ремонте дома надо нанимать независимого надзирающего специалиста. У меня вопрос. Как его оплачивать, если у дома нет своего расчетного счета? Нужно ли собирать по квартирам наличку? Нет, наличку ни в коем случае не надо. Нужно нанимать его через своего управляющего. Это входит в стоимость необходимых затрат на обслуживание и ремонт дома. Единственное, что вы должны удостовериться, что этот специалист, ну, как минимум, имеет соответствующий сертификат на право надзирать за процессом. И второе, этот специалист, ну, вы должны быть уверены, что он независим и не находится в связи со строителем. Эти две вещи, которые вам нужно знать. А дальше, ну, есть система трехсторонних договоров. Если вы недовольны тем, что предлагает вам управляющий, то вы имеете право воспользоваться системой трехсторонних договоров и выбрать такого специалиста самого, сами. И попросить, чтобы управляющий заключил от вашего имени договор с этим специалистом. Такова общая практика. И если вы ищете таких специалистов, то все специалисты, которые имеют право вести строительный надзор, они, их имена и сертификаты опубликованы на сайте Министерства экономики в системе БИС. Главное, это бассейнформатива системы. То есть, зайти на сайт Министерства экономики, найти эту систему и там уже выбрать того, кто вам больше понравился. А еще вот один вопрос тоже пришел нам вот именно по WhatsApp. Я напомню, что номер 2306191. 2306191. При заключении договора соуправляющей компании я внимательно читал, вносил свои предложения этот договор. Но управляющая компания не захотела вносить в договор изменений. Что делать в этом случае? Искать ли мне нужна другую управляющую компанию, а если будет то же самое? Ну, я бы сказал так. Во-первых, управляющая компания не обладает каким-то исключительным правом заключать с каждым клиентом в пределах одного дома договора разного содержания. Как правило, когда собрание собственников квартир или собственники квартир своим решением выбирают управляющую компанию, одновременно они утверждают текст обслуживания, договора обслуживания. И он является единым для всех. Поэтому в данном случае вам придется, я вам советую, познакомиться с решением собственника и насколько тот текст, который предлагает вам управляющая компания, соответствует тому, что было утверждено собранием собственников. Если вы говорите обратиться к другой управляющей компании, закон допускает, чтобы разные управляющие процессы управления, обязательные процессы управления, выполняли на одном доме разные компании. Но невозможно, чтобы одну и ту же функцию по управлению выполняло несколько компаний. Так что вам придется полностью здесь подчиниться решению собрания собственников квартир. Ну или убедить свою пользу. Звонил человек, звонил, но вот сейчас перезвонил. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас лучше слышно? Ой, сейчас прекрасно слышно. Пожалуйста. Вопрос такой. В ежемесячном счете, выставляемом за обслуживание квартиры в многоквартирном доме, есть такая позиция «Ускраю минакома периода ремонтарби». И правильно ли это, что эта позиция «Ускраю минакома периода ремонтарби» облагается ПВН 21%? Понятный вопрос. Это зависит от того, как ведется бухгалтерский учет в управляющей компании. Очень примитивно попытаюсь объяснить так. Если управляющая компания одновременно с управлением осуществляет и использует деньги «Ускраю минакома фонда» для производства ремонта своими силами, то тогда это нужно облагать ПВН сразу. Если у управляющей компании эти затраты разделены совершенно четко, что эксплуатация – это одно, а «Ускраю» фонд только на затраты подрядчиков, которые будут осуществлять ремонтные работы. В этом случае при начислении можно не облагать ПВН, но ПВН взимается в момент выполнения работы. То есть как только деньги уходят за оплату работы дома, они уходят, снимаются вместе с ПВН. Например, в грубом приближении вот так это происходит. Так что в обеих случаях это законно, потому что тот ПВН, который взимается сначала при начислении, он потом уходит, он закомпенсируется при производстве работы. Таким образом. Ясно, спасибо. Спасибо большое. Еще раз я напомню, что мы принимаем как звонки по прямым линиям 67212-93.9, 67213-93.9. Так нам и можно писать в WhatsApp 2-300-6191. Принимаем ваши сообщения, зачитываем в эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Меня интересует больной вопрос вот по поводу лоджии балконов застекленных. Все, что конкретно непонятно идет. Сначала нам сделали амнистию на это. Сейчас опять пришли письма счастья. Чем все это все-таки закончится? Спасибо большое. Ну, я бы ответил так. Я не знаю, письма счастья. Посмотрите в свое кадастрально-измерительное дело, или раньше оно называлось инвентаризационное дело вашей квартиры. Нет ли там отметки о том, что в свое время, когда производилась последняя инспекция вашей квартиры, что у вас есть незаконное строительство в виде застекленной лоджии? Я думаю, что единственным сегодня юридическим основанием предъявлять к вам претензии может быть только наличие этой отметки. Дальше, ну, ничего не могу сказать, потому что никто ничего не говорит. Все говорят, что с лоджиями надо что-то делать, приводить в порядок и очень много чего еще. Но если у вас в кадастрально-измерительном деле нет отметки о том, что это незаконное строительство, то тогда очень много вопросов я могу кратко перечислить. В свое время разрешение на стекленной лоджии давали предместе. Боюсь, что документация из предместия потеряна вся. Так что если у вас нет такой отметки, можно ссылаться, что это было давно и было легализовано документы утеря. Там очень много нюансов, но на самом деле первое, что я ко всем обращаюсь, проверите, пожалуйста, нет ли в вашем, конкретно на вашей квартире не наложена такая отметка. Дальше там уже можно что-то говорить. А на самом деле у властей пока четкой позиции нет, что и как будет происходить. Ну вот мы будем тогда следить за событиями, так что если что-то изменится, сразу же вам сообщить. Да, пишет нам наш слушатель, что вот при чтении комментария как-то был упущен важный момент. Договор был с домом, а не с владельцем квартиры. Ну вот все это к тому, что договор с домом вносил свои предложения, но управляющая компания не захотела вносить договор изменения. Может ли без решения, там, не знаю, собственников квартир, отдельный владелец квартиры, там, требовать каких-то изменений? Требовать он может, но, в принципе, по закону есть высший орган управления, который вмешает с кем, на каких условиях и какой объем услуг заказываться. Это собрание собственников квартир. Поэтому если человек реально видит какие-то несоответствия или неудобства в действующем договоре, то он имеет право предложить собранию собственников квартир рассмотреть изменения к этому договору. В индивидуальном порядке требовать он может, он ничего не добьется. Принципиально, что значит заключен договор с домом? Это означает так, что, во-первых, управляющая выбирает собрание собственников квартир дома, а она и утверждает условия. Здесь все абсолютно четко, последовательно и логично. Зачем? Он может не заключать договор обслуживания. Он может не заключать, потому что уже общность собственников квартир, она уже заключила договор. И он актуален и действует на всех собственников квартир. Но есть некоторые нюансы, о которых я сейчас не хочу распространяться. Почему управляющие требуют, чтобы был заключен индивидуальный договор? Чтобы этот человек своей подписью присоединился к этому договору. А дальше вы взвесьте, что вам предлагает управляющая компания, и как она объясняет, почему ваша подпись необходима под этим договором. Там есть различия, есть нормальные. Но менять текст договора без завещания собрания собственников квартир... Я думаю, что ни одна управляющая компания им не рискнет. 6-7-212-93-9. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. А у меня вот такой вот вопрос. Первый. У меня сын выписался из кооперативной квартиры. И все равно продолжают брать деньги за вывоз мусора. Говорят, что я должна какие-то бумаги предоставить. А второй вопрос. Меня очень интересует. Те съемщики, которые занимают квартиры в нашем доме и живут по 10-15 лет, но они вообще не платят за вывоз мусора? Потому что в счете приходит только лицо собственника. Одно. А они живут семьями. Спасибо. Ну, это старый вопрос. Как делить вывоз мусора? Это старый вопрос, потому что подразумевается, что делить вывоз мусора можно пропорционально площади квартир, пропорционально количеству квартир, пропорционально количеству людей, задеклавированных в данной квартире, и пропорционально количеству людей, фактически живущих, данных в квартирах. Но с фактически живущими в квартирах все очень сложно, потому что дом должен сам определять, где и кто, и сколько живет. Там помощи снаружи вы не получите. То, что вы расписываете, это тот случай, когда ваш дом выбрал пропорционально количеству деклавированных. Если ваш сын поменял место декларации, то вам, как собственные квартиры и данные, если это вы собственные квартиры, то вы в департаменте миграции должны получить справочку о том, что у вас задеклавированное количество людей, ну, скажем, не два, а один. И домоуправление должно это принять во внимание. Сами домоуправление не запрашивают. Это платная услуга, и она там делает бесплатный запрос по количеству задеклавированных. Можно произвести крайне редко. Так что, если вы хотите снять эту позицию с своей квартиры, будьте добры обратить департамент гражданской миграции и получите справку об актуальном количестве задеклавирований. В электронном виде это тоже можно запросить через Латвия ЛВ. Там есть как раз так специальная такая услуга, количество людей продекларированной моей квартиры. Да, если у вас, вы дружите с компьютером, есть банк или электронная подпись, через которые можно подключить задания, также можно решить этот вопрос. Да, у нас звонок между тем. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Алло. Говорите, говорите. Скажите, пожалуйста, что такое независимые управляющие, и зачем они нужны? У нас же есть домоуправление, которое разве, они не отвечают за то, что они творят, за нарушения? А что значит независимый управляющий? Ну вот вы представляете домоуправление. Если мы не доверяем, как то есть не доверяем, они получают зарплату, правильно? Значит, они отвечают за все те нарушения, которые они совершают. Это в том, что я не права или права? Нет, они отвечают. Если эти нарушения будут доказаны, что эти нарушения были совершены преднамеренно, с целью их хищения и так далее. Ведь вопрос идет о другом. Не идет вещь о независимых управляющих. Вещь идет о том, что сегодня... Почему должны мы независимых управляющих, если мы подчинены, или у нас есть домоуправление? Вот это мне непонятно. Нет, уважаемые радиослушатели, нету независимых управляющих. Есть управляющие, с которыми вы, собственники квартиры, заключили договор. И они зависят от вас, потому что вы заключили с ними договор, и они должны оказывать услуги вам. Как, впрочем, и вы, потому что качество оказываемых услуг влияет на вашу жизнь. Так что независимых управляющих есть, нету? Есть. Нет, мы ему должны же платить за работу. И платить домоуправление, который различает эти нарушения. Вы знаете, у нас получается дискуссия такая немножко непонятная. Вы можете найти управляющих, которые будут согласиться с вами оказывать услуги бесплатно. Вопрос заключается немножко в другом. То, о чем мы с Айвером постоянно говорим, если вы недовольны услугами своего управляющего, ведь недовольство может быть не только тем, что он что-то вам навредил, но и тем, что его качество работы не устраивает, еще что-то, то в этом случае вы можете найти другого управляющего. Точка. И никто не сказал слово «независим». В смысле, если у нас вот это домоуправление, если мы недовольны, что они неправильно рассчитывают, мы должны другое управление искать? Вы можете, я повторяю. Вы можете. А должны или нет решать вам. У вас есть право выбрать управляющего. Я подчеркну так, что законцы не рассматривают так. Если у вас дом плохо обслуживается, то виноват собственник, потому что он выбрал не того управляющего. Так рассматривается вопрос с точки зрения закона. За процесс управления и за качество обслуживания домов отвечает собственник, который выбирает управляющий помощник. Значит, если у нас домоуправление, значит, мы его должны убрать? Другого найти, что ли? Вы можете. У вас есть право. Должны или нет это решать с собранием жильцов. Не пойму. Ясно. Все, спасибо. Я думаю, что у человека просто, ну, действительно, может быть, запутался с другим, спутался с вопросом. Здравствуйте. Доброе утро еще раз. Господин Сидорко, скажите по пункту, как можно избавиться от домоуправления и идти в другую управляющую компанию? По пункту, спасибо. Очень простой. Пункт один. Первый пункт. Это вы собираете собрание собственников квартир и принимаете решение о том, чтобы поменять управляющего. Пункт второй. Когда вы принимаете решение по не менять управляющего, вы должны одновременно принять решение, кому вы поручаете управление следующей компанией. Вкратце это все. Дальше нужно учитывать нюансы. Если ваш дом находится под управлением РНП и не закончил процесс приватизации, то вам нужно собирать собрание и принимать решение в соответствии с законом о приватизации муниципального и государственного жилья. Есть такой закон. Там целых две главы подробно описывают порядок принятия решения. Если ваш дом уже прошел процесс принятия прав управления, то вам в соответствии с законом о квартирной собственности вся эта процедура происходит намного проще. Но тогда вы руководствуетесь порядком принятия решений, исходя из требований закона о квартирной собственности. Письменно, либо очно собираете собрание и принимаете решение. Но все очень просто. Нужно принимать два решения. Первое – это менять управляющего расторгами договора с предыдущим или отношения. И второе – это кто кого назначаете. Почему это нужно делать в связке? Потому что закон об управлении жилыми домами предусматривает, что процесс управления должен быть непрерывным. Нельзя так одного управляющего убрать, три месяца подождать, потом следующего нанять. Нужно одновременно, чтобы это менялось, чтобы процесс управления не превращался. – Сколько процентов должно проголосовать? Большинство голосов? – 51%. – То есть, ну, большинством принимается решение? – Пристоя большинство от количества собственников. – Угу. Спасибо. Да, кто-то звонил, сорвался опять звонок. Я напомню, что 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, у нас уже достаточно мало времени остается на ваши вопросы, поэтому вот если у кого-то есть вопросы, постарайтесь поторопиться или пишите на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, тоже задавайте вопросы. Да, у меня вот был вопрос по поводу еще все-таки, вот если вернуться к крышам домов, вот как раз таки… А, ну тут пришел СМС. Мы поменяли несколько управляющих компаний, но остаемся, в общем, недовольными воровство денег на ремонты, по разным схемам завышаются сметы, отказ от ремонтов, сокрытие смет и актов. Ну вот пишет нам слушатель. Через бедребу, так, да, это самый лучший вариант, когда двое из владельцев, как минимум двое, регистрируют бедребу, все потоки замыкаются на бедребу, все через счета бедребу, и все, и вы просто зовете тех людей или компаний, которым вы хотите доверить какого-то рода работ, в том числе вы все ремонтные работы сами выбираете, кому и на какие условия давать, и так далее, когда вы полностью контролируете ситуацию. То есть получается, что два владельца квартиры могут создать бедребу, хватает двух человек. Как минимум для регистрации хватает два, а потом все остальные могут войти в бедребу и те, которые готовы участвовать в всех процессах, которые будут происходить в обслуживании. Еще вот я не заметил, появился еще один вопрос, но сейчас мы сначала примем звонок, а потом к нему вернемся. Здравствуйте. Добрый день. Господин Гонтарев, вот я не очень поняла, если деятельность ригасному парвалникс как-то определяется правилами Рижской Думы и законами, или правилами кабинета министров, то какими юридическими документами ограничивается деятельность бедребы? Это совершенно, вообще, конечно, на мой взгляд, это неудачное решение. Спасибо. Те же самые законы по обслуживанию домов, плюс есть закон по бедребам и надбинаме, да, и в том числе и ваш внутренний устав дома, на котором вы решаете, каким образом кто будет управлять бедребой, кто будет членом управления, какие у них будет право росписи, у каждого единоличные, или, например, там, трое из пяти, или двое из трех, кто будет их контролировать, кто будет ревидентом, кто у вас будет бухгалтером и так далее. Это чисто вот по законам это одно и то же, но бедреба может более плотнее контролировать свои деньги. Вопрос, каким образом это организовано, то кого вы выбираете национальное управление, на бухгалтера, на ревиденты и так далее. Это общество жильцов, которое сам управляет свой дом, и я считаю, что это самая такая лучшая с точки зрения контроля, если у вас есть время и желание этим заниматься. Я смотрю, что время, к сожалению, завершилось. Вот оставшийся вопрос мы, наверное, прибережем для следующей программы, и уже с нее начнем следующий выпуск. В понедельник обязательно в 10 часов. Спасибо огромное. Говорим нашим экспертам Сергею Сидорко, Айвер Гонтарев. До встречи через неделю, в следующий понедельник. Всего доброго. Хорошего дня. До свидания. До свидания. Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова